здравствуйте дорогие друзья гости моего канала сегодня будем делать балочки из желтощока желтощок водится бассейне реки амур у нас россии по-моему больше не не водится но я медленно в россии потому что в китае будет так далее его многие путают с нельмой но это не нельмой это желтощок нельмой от семейства лососевых а желтощок это вообще карповый хищник кстати карповый хищник он увидит даже отсутствует жировой плавник как у всех лососевых видов рыб я что мы его разделаем почему желтощок ведь они щечки желтенькие шаперные крышки такая красивая мордочка длинная красивая рыбка но мясо у него вкусная нежная особенно балочки копченые вообще бомба как балочки мы как можно сказать подобие балочка сделать чем разделаем и приступим к засолке рыбка вымороженная подморожена начаться еще чуть-чуть даже подморожена и на конца растаяла но разделать ее не проблема сейчас разделаем голову удаляем голову также очень вкусная но в ухе она мясо у него нежная вкусная ну делаем балычок ну как вот мы срежем только тишу балык это надо срезать полностью брюшка мы срежем только тишу они к неаккуратно получилось ничего страшного на вкус это не влияет мясо и такое по цвету розовато-желтая сейчас увидите почку обязательно удаляем рыбку промоем пить у него мясо такое оранжевое рыб уже промоем от отставки почки кровинки это все и приступим к засолке сейчас вторую также разделаем да это маленький желтощок он свободно продается у нас на рынке раньше он был в красной книге занесен россии сейчас вас книги убрали так как видать популяция восстановилась его стало вы много растет он размерами до 40 килограмм как говорят но я больше 15-20 килограмм у нас здесь на море не видел желтощок а это маленькие представители купленные на рынке кстати продаются без проблем все ну город в китае размеры встречаются до 60 килограмм у нас на рынке такие которые 10 килограмм 15 продаются кусками просто порезанный целиком не продается все также промываем и будем делать подсолнечную смесь вот промыли все абсолютно чистая рыбка мясо желтое да забыл добавить что хвост тоже надо убрать прорезая хребет чтобы во время засолки кровь которые находятся под позвоночком позвоночнике вся вышла просто здесь мы отрезали соответственно со стороны будет просаливаться и кровь будет выходить к рыбке меня три килограмма берем 50 грамм соли крупные на килограмм и 10 грамм сахара и специи специи просто маленько добавить ароматики рыбки во время засолки 3 грамма на килограмм получается общей специй полтора грамма паприка обыкновенная сладкая паприка и 0 5 грамма красного перца красного острого перца и 1 грамм просто обыкновенный черный перец стоит вот это мне посолочной смеси на 3 килограмма рыбки у меня 3 килограмма берем тару посолочную данном случае мне вот такая чуть-чуть сыпем на дно так маленько совсем одну ложечку полторы берем рыбку и внутри все натираем прям засыпаем на позвоночник побольше ничего не протыкаем действия вот так прям засыпаем ее и натираем весь внутри мясо все и вторую рыбку соль побольше желательно чтоб вот в сторону хвоста здесь на параллезе не было чтоб туда она пропитилась все и просалилась хвост тоже просалился чтобы и ну и так по хребту на нашу хребет просолился у нас и чтоб дальше у балочок ушло ушла посолочная смесь соль все смотрите какая красота получается все вот так вот отправляем холодильник температура засолки до 5 градусов до 5 градусов холодильник вот так вот минимум на двое суток здесь получается у меня где-то примерно по полтора килограмма двое суток они будут солить если соответственно размер рыбки больше будет то время засолки увеличиваем в два в три четыре раза и так до двух недель но главное выдержать температуру чтоб не превышала 5 градусов а то рыбка может маленько испортится в холодильник на двое суток воды пролетели двое суток мы засолили желтощеком вода и жидкость я периодически сливал во время засолки вот обратно чецов вот она сливал ее смотрите какая какое мяско плотная просоленная сейчас надо это все дело промыть и даже в воде в ледяной воде остать минут на 5-10 чтобы вот здесь вот она будет слоноватая чтобы 10 соль маленько разошлась и по брюшкам и все и все будет малосольная отличные рыбка желтощек балочок из него отправляем промывать вот прям прям плотный отправляем на промывку и чуть-чуть минут пять подержу еще в ледяной воде вы мочи под вы мочи чуть-чуть промыли чуть-чуть под вы мочили рыбку я протерем ее салфетками хорошенько насухо и повесим вялиться в швс как-то такет балочки вот так балочки будут вялиться вялиться они будут течение суток с периодичностью вялки температура вялки от 18 до 25 градусов нам надо именно завялить балочки сами здесь у меня сишки два сишка тоже как бы балочки небольшие и желтощек сам включаем навялку а через сутки уже покупки прошли сутки рим повесили желтощека вялиться вот смотрите он какой плотный провялены он не сушен он именно вялены если сушить того еще надо суток пять-шесть сушить чтобы был сушеной ой спинка смотрите вам провялены все упал маленько все чет перевешиваем в коптильню и коптим холодным копчением вот так рыбка будет располагаться в коптильне в электростатической отправляем и начинаем коптить закладываем дровишки коптить балуна лихе температура копчения не выше 25 градусов проверяем все расстояния между этими экранами шипами чтоб не было замыкания на продукт и коптим коптить буду в течение что прокоптился балучок час двадцать где тот максимум буду коптить надо чтобы лучок именно прокоптился начинаем копчение прошло час 20 копчения 80 минут это без учета дыма подачи дыма и без учета выхода дыма само копчение составляло 80 минут еще дому присутствует вот смотрите какое золото получается балычок сейчас мы его вешаем швс обдуем буквально пару часиков и уберем холодильник часов на восемь а после обязательно все это разрежем и попробуем вот рыбка готова отвиселась такие вот балычки желтощека разрежем обязательно процент по центу вот его мясо желтоватое такое желтовато-розовое красивая обалденная мясистая рыбка кстати костей у нее тоже минимально вот такая вот рыбка очень вкусная очень нежная малосольная обалденная рыбка всем приятного аппетита и до скорых встреч всем приятного аппетита все